3 февраля в Вашингтоне, принадлежащем Конгрессу США, клубе Capital Hill, состоялась организованная газетой The Washington Times конференция на тему геополитиков в бассейне Каспийского моря, какова значимость альянса США-Азербайджан. Отметив благоприятное географическое расположение Азербайджана, возникшие угрозы, успехи, достигнутые за годы независимости, Джон Селомон коснулся важных моментов, отраженных в специальном выпуске, представляемой им газетой за 29 января. Говоря об американо-азербайджанских отношениях, посол Элин Сулейманов отметил развитие двусторонних связей за прошедшие 20 лет. Подчеркнул, что такой важный энергетический проект, как Баку, Тбилиси и Джейхан, реализован благодаря взаимному сотрудничеству и серьезной поддержке США. Посол сообщил, что в результате этого проекта изменилась ситуация во всем регионе. Он сказал, что сотрудничество между двумя странами не ограничивается лишь энергетическим сектором и охватывает более широкие области. И в этом контексте привел в пример партнерство между Азербайджан, Хавайо Лары и компанией Боинг, а также вывод на орбиту первого азербайджанского спутника американского производства. Элин Сулейманов отметил, что азербайджанский народ в очень сложном геополитическом пространстве построил современное, светское и развитое государство, которое является союзником США. В этом контексте посол отметил важность стратегического подхода США к союзникам в регионе. Напомню, что оккупация армянскими вооруженными силами части азербайджанских территорий является ключевой проблемой, с которой столкнулась наша страна. Посол высоко оценил усилия США по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Заявил, что азербайджанский народ, безусловно, ждет конкретных результатов по этому вопросу. Говоря о горькой судьбе свыше 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, насильно изгнанных с родных земель, Элина Сулейманов особо подчеркнула работу, проводимую благодаря непосредственной заботе президента Ильяма Алиева об области улучшения условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев. Выступивший на конференции саммит Сеидов отметил, что международные отношения имеют важное значение для Азербайджана и основы внешней политики нашей страны нацелены на построение дружественных отношений со всеми странами. Почернув значимость отношений с Америкой, саммит Сеидов заявил, что шаки, предпринятые общенациональным лидером Гейдером Алиевым и бывшим президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном в 1999 году в связи с контрактом по нефтепроводу Баку-Дбилиси Джейхан изменили дальнейшую историю всего Южно-Кавказского региона. Далее председатель комитета Мили Межлиса сказал, что сотрудничество в энергетической области продолжилось с созданием Южного газового коридора, обозначил вклад азербайджанов в обеспечение энергетической безопасности Европы. Саммит Сеидов также сказал, что отношения США-Азербайджан имеют важное значение для будущего региона, однако в некоторых случаях они становятся заложниками проблем ограниченных масштабов. Он отметил, что в этом консекте претензии в связи с правами человека пользуются во многих случаях против попыток налаживания Азербайджана в более тесных отношениях с Европой и США. Председатель комитета парламента сказал, что в настоящее время Азербайджан дает весомые ответы на вопросы, поднятые в связи с совместимостью исламской религии в современном мире. Давил до внимания, что Азербайджан, большинство населения которого состаряет мусульмане, будучи полноправным членом Совета Европы, разделяет такие ценности, как право человека и демократия, представляет женщинам значимые позиции в обществе, обеспечивает религиозную толерантность. Отметив прочную основу американо-азербайджанских отношений, депутат Милли Меджлиса Асимол Азаде рассказал о сотрудничестве между двумя странами в области безопасности. Он сообщил, что азербайджанские военнослужащие в различное время служили в Косово, Ираке и Афганистане в составе коалиционных войск, и сегодня наши солдаты принимают участие в сохранении мира и стабильности в Афганистане. Отметив недопустимость ликвидации терроризма, лишь силовым методом Асимол Азаде добавил, что просветительские меры в этом направлении имеют большое значение. Депутат сообщил, что отношения между представителями различных религий основываются на взаимном уважении, подчеркнул, что наша страна в этом смысле является моделью. Затем были даны ответы на вопросы участников конференции.